Филариоз Так, просьба раскрыть тему филариоза, который передается комарами. Раньше они были у кошек, и собака теперь, и люди страдают, врачей эта тема не волнует. Не знаю, что такое филариоз, я, конечно, мог бы вот так вот, смотрите. Вот что я делаю, я вот беру, копирую филариоз, потом я запускаю Яндекс, так я вот вам показываю. Далее я вставляю филариоз, найти, поиск, не картинки, а это. Филариоз, что такое, значит, симптомы человека, лечение и так далее. То есть, что, не могли бы вы так поступить? Так, особенность филари, особенность филари. Ага, возбудителем заболевания становятся нематоды, паразитирующие не кишечника, они относятся к семейству таких-то и передаются через укусы кровососущих насекомых. То есть, паразиты. А вот тут, вот смотрите, что касается, если паразита. И опять мы, значит, вышли на комментарии ваши. Значит, вот я посмотрю, филариоз это нематоды, значит, это паразиты, которые, маленькие паразиты, которые обитают. Что не любят паразиты? Паразиты не любят, в первую очередь, вот, керосин. Одно из средств, вот, именно, если имеются паразиты, и причем паразиты не столько там в организме, а именно в крови. Вот что касается очищения крови от паразитов, то здесь одно из лучших средств это керосин. Плюс разные настойки, значит, там, грецкого ореха, американского ореха, там, допустим, хвоздику можете настоять, и прочее, прочее, там, полынь можете там настоять на керосине. И вот получится супергремучая смесь от этих паразитов. Вот они-то и начинают чистить именно кровь. Вот что важно. Вот здесь керосин очень важен. Именно кровоочищающая. Плюс, возможно, здесь применять будут и полынь, и гвоздика. Хорошо будет керосин действовать и в этих тканях, в мягких тканях. То есть, он везде пролезет своей вот этой вот проникающей способностью, вот этой вот душистостью. Он будет вот эти вот тельца, беззащитные тельца, паразитов, мельчайших, он их будет буквально-таки сжигать. Можно, конечно, использовать там эту самую моль, эту пчелину или как-то там она называется. Можно там использовать. Можно использовать там, этот, бобровую струю там. Ну, я считаю, вот это вот самое лучшее доступное средство для того, чтобы очистить кровяное русло от разного рода паразитивов. Время выходит, на этом закончим. Вот тут-то курсами он и пойдет. Тут-то он и применим. А если что-то у вас от психологии, то здесь керосин не поможет. А поможет керосин там, допустим, вот я страдаю бессонницей от того, что кредит не выплаченный. Ну, на этом закончим. Вот так вот примерно мы с вами поговорили. Можно ли вот соду пить с такой-то добавкой или такой-то? Не знаю, понимаете, не знаю. Можно ее пить, не можно ее пить. Вот какая сода у меня есть, такую я пил. Вот сейчас я ее просто-напросто не пью, потому что я думаю и обхожусь с другими средствами. Я занимаюсь совсем иным, ранее мною неизведанным. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.